Доброе-доброе утро! У нас снова никого. Я не знаю, они все выползают ближе к 12. Наверное, люди отсыпаются. У нас ветер, но тепло. 23 градуса сегодня обещают. И мы решили не сидеть дома, раз выдалась такая бездождливая сегодня погода. Отправляемся гулять. У детей здесь раздолье. Мне вообще кажется, что Аня, по-моему, подросла несколько. Да. Мы едем в такой открытый зоопарк. Там, где звери гуляют на воле. Мы едем в интересный такой зоопарк, где, ну, в общем-то, большие, да, такие открытые пространства, вольеры. Необычный зоопарк, скажем так. Там ездят на автобусах или на машинах. Мы еще ни разу в таких не были в зоопарках. Вот как раз поедем, проведаем, что это такое. Так, мы приехали в сафари-парк. Стоит это удовольствие недешево. Сколько нам вышел билет? Ну, с парковкой и с картой, что там 106, чем на всех. Да. 22 евро с человеком в среднем. Там получат 22 с ребенка и 26 со взрослого. Ну, пойдем смотреть. За что такие деньги они берут? Ну, все очень нахваливают. Я уже вижу, это будет интересно. Да. Возможно, иногда будет ветер, потому что ветер сегодня очень сильный. Но вот здесь вольер с обезьянами. Я бы не сказала даже, что это вольер. Там их вон больше. Но мы двигаемся с толпой. Потому что все это вот, ну, рвом огорожено. И вот здесь только такое заграждение. Фактически только ров. Если обезьяна рискнет переплыть, то окажется среди людей. Что-то у этой обезьяны сегодня не задалось с настроением. Только что ходила там, дралась, кричала. Видимо, не с той ноги встала. Утро без кофе. Ну, вы, если что, уворачивайте. Какая прелесть. Стас, Кирилл, Саня идут по полосе британской. Можно было пройтись по бревну. А сейчас надо подняться по канату. О, Нанечка, по бревну. Поднимается. А здесь поле с антилопами гну. Чего ты боишься, Кирилл? Ну, если бы я был в автобусе, я антилопа ды-ды-ды. Не, ничего не боюсь. Лежат. А кто это с ними, он там лежит? Отдыхает. То ли волк, то ли гиена, смотри, видишь? Да, кто-то там лежит. Похоже, гиена с ними живет. Вообще. Здесь вот их лучше видно. Пеликашик. Там наверху еще есть гнездо с аистом. Но деревья его закрывают. А там какие-то черные птички. Там вот какие-то птички с длинными черными носами. Ну, вот такой азоолог. Ну, какие-то птички. Что-то слоник там жует. Красивый такой слоник. Там вон еще один. И пахнет слониками. Нет, какашками. Загородки, как в парке юрского периода. Да, кстати, вольеры такие. Ну, с канатиками. Так, чтобы потомок динозавра не вырвался. Да, вот та вот ниточка вон. Аня полезла на горку. Ну, как же они спуститься? Кирюха уже успел. Да, зай? Сейчас пойдем жирафов смотреть. С другого ракурса еще слонов посмотрим. Мне интересно, что он хвостом делает? Чешется, что ли? Что? На слоне сено. Что? Сено. Сено? Да. Он, наверное, валялся. Да. Это аисты. Вон аисты, видишь, стоят? Да. Там и зебры, и аисты. А аисты, смотрите. Вольер с Тимоном и Пумбой. Бородавочники и сурикаты. Вот они, бегают. А тут два стекла? Да. Какая свинюшка красивая. Ага. Как мило. Они такие хорошенькие. Они так близко находятся. Их так много. Там, вон, три жирафа. Здесь три. И здесь еще одна. Вот зебра пришла. А, и там еще одна. Их так много. Папа, ты поможешь мне туда наверх? А Кирюха уже наверху. Семейство розовых пеликанов. Такие белоснежно-белые, что их почти не видно. Купили киндер-меню. А Стас тут что-то такое с меня взял. Ага. Значит, в киндер-меню вот такая маска. Слона. И вот такой брелочек. Я думаю, у Ани такой же. Потом туда входит вот такой сок. Нет, у Ани не такой же. Картошка. У нее другой? А ну, покажи. О, какая красота. Малюшка. Соус какой-то. И сосиска. Ну? А все-таки там, ой, что-то детское есть. Там маски клонали. Маски и еще брелки. Так, вот кетчуп, а это карри соус. И еще по Пепси. Вообще кайф. Ой, дерутся. Козочки что-то не поделили. Видимо, еду. Здесь есть еще такая красивая козочка. На собачку похожая немножко. Мой бесстрашный ребенок. Кирюха от всех убегает, а Аня за всеми гоняется. И вроде от одних родителей. И тут еще огромная площадка. Кирюх, он уже залез на какую-то деревяшку. Нет, мы мимо идем. Теперь попробую их с этой площадки забрать. Время-то не резиновое. А мы еще только половину зоопарка обошли. Что это? Думаешь, оторвали? Мне кажется, там такая есть. Нет, там была еще что-то. Такие глаза красивые. Это второй тоже оторвали, что ли? Мне кажется, там такая есть по природе. Нет, мне там показали. Как кузнечик. Давай-давай. Хорошо так придумали для детей развлечения. И площадок много. И вот таких вот препятствий. Смотрите, какие огромные вольеры. Вот это вот, все вот это вот пространство для слонов. У них даже вот есть озеро. А там есть вот озеро, еще и водопад какой-то. А здесь вот какие красавцы. Это у него бопа такая натертая. Красная-красная. А почему? Такой у них мозоль на бопе. О, вот. Какая мозольная. Лежат, отдыхают. Две красотки. Красивая такая. Грациозная Акапи. Ну, иди к нам. Они такие милые. Вылеглись, как наши зончики. Расслабляются на солнышке. Чего-то только нет. И рыбы красивые. Уточки. И, наверное, олени. Мне рыбы нравятся. И утка тоже с ними. Вот они, конечно, кабанчики. Смотри, чтобы у тебя мороженое не забрали. Ага. Это бешеная стая. Лучше внутрь. Большие сардельки. Сзади у них хвосты. Видишь, что же сардельки. Вылегла сосиска. Дремает. Какая-то она что-то печальная. Тигр чего-то ищет. Это пьяном типа. Какая-то у меня. Видно? Какая красивая стая Видишь фламинго? Они только в воде стоят Они только в воде ходят Ну они любят в воде стоять Носороги бродят А там вон кораблик Ну блин, на кораблик Очередь, он идет раз в час И очередь такая большая Кто делал? Носороги дрались Саванне Саванне Саванне, там ничего нет? Там очень скудно Ох, ребята, мы прогуляли по сафари парку Пять часов Пять часов Ноги уже гудят Но это такой кайф Жаль ветер Поэтому я много не поснимала Но по чуть-чуть Погода менялась сто раз И дожди были А они туда залезли И ветер был Ага И пылью мело Но все равно Мы гуляли в любую погоду Пять часов Это капец Вот так называется парк В котором мы побывали В общем зоопарк мы оптичили Фу Да, что вонючая такое В целом Мы прогуляли Шесть часов По парку И плюс дорога Полчаса туда И вот полчаса назад Семь часов Выгулялись Я лично буду крепко спать Я лично буду крепко спать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому